Всем привет, с вами Артём, и речь сегодня пойдёт о iPhone 6s, а точнее о его актуальности на 2020 год. Сегодня попытаюсь как-то объяснить, аргументировать своё решение и донести до вас, почему я так думаю. Также, если вы не согласны с моим решением, потому что это лично моё мнение, имхо и всё такое, комментарии всегда открыты, пишите обязательно, что думаете и вообще какие у вас мысли возникают по этому поводу. Ну и обязательно наливайте себе кружечку горячего чая, заваривайте, покушайте, вам приятного аппетита, приятного чайпития, всего самого хорошего. И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, тут много всего интересного. А также, если вы хотите покупать со скидками, с промокодами, обязательно подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. И также там есть ещё и телеграм-канал для самых таких элитных, телеграм-канал, поэтому всё есть в описании, в комментариях, смотрите, чекайте. Ну а сейчас, актуален ли iPhone 6s в 2020 году? Чтобы долго вас не задерживать, я сразу скажу своё мнение. Как по мне, 6s в 2020 году актуален. В принципе, все, кто хотел это услышать, можете закрывать видео, а те, кто хочет меня ещё немножечко послушать, то вам приятного просмотра. Давайте сразу я скажу, что я не буду его сравнивать, например, с iPhone 11, XR, какими-то топовыми моделями от других производителей, в силу того, что этот iPhone вышел 5 лет назад. То есть, надо смотреть под призмой 5 лет назад. Вместе с ним, именно в 2015 году, выходили такие смартфоны, как LG G4, Huawei P8 Prime, Sony Xperia Z5 Compact и Samsung S6. Но, блин, кто-нибудь помнит вообще об этих Android-смартфонах, а iPhone всё равно живёт, Apple это Apple, iPhone поддерживается. И первая, да, причина, почему он всё ещё актуален именно в 2020 году, не в 2021, не в 2022, именно в 2020 году, вот сейчас идёт у нас, да, недавно наступил, это поддержка. 5 лет прошло, Apple всё равно до сих пор его оставляет на плаву, а он получил обновление на iOS 13. iOS 14 он, конечно же, уже не получит, но до сентября месяца нам надо ещё дожить, а это 9 месяцев, и это уже больше полугода. Поэтому на данный момент последняя версия на него устанавливается. Вот ещё один момент, почему я не стал сравнивать iPhone 6s, например, с 11 или с XR, в том, что, понятное дело, что они выиграют, они там на 30% мощнее, там у них новые процессоры, всё это дело мы знаем. Но в реальной жизни, вот если не брать смартфон, вот положить их рядом и пользоваться теми же функциями, какие-то доли секунды-секунды вы просто не будете замечать их. То есть я хочу донести вот для тех, кто не сильно хочет углубляться в какие-то там внутренности данного смартфона. Понятное дело, что обзоры смотрели все, уверен, что вы пришли, как бы, ну, не первый раз стыкнули на это видео. Поэтому вы все знаете характеристики одного-другого устройства. На всех сайтах можно сравнить два смартфона, и не два, а больше смартфонов по характеристикам. Но просто в реальной жизни это реально не сильно ощущается. Понятное дело, что да, он там будет на 2 или 3 секунды дольше грузить в Safari какую-то страницу. Но вот физически в жизни это не так сильно отражается на этом. И не стоит на этом заострять внимание. Смартфону 5 лет, и он до сих пор актуален. Он до сих пор спокойно открывает приложение, и им можно спокойно пользоваться, не бесясь и не кидая его об стену, потому что он, черт возьми, тормозит. Нет, он отлично справляется с обычными повседневными задачами, мессенджеры, просто серфинг в интернете, небольшие игры, про большие игры чуть позже. И для обычных повседневных нужд он просто идеален. Небольшой, удобно ложится в руке, достается пальцами до всех граней смартфона, и спокойно можно пользоваться им. Еще одним плюсом данного смартфона я бы отметил наличие 3,5-мм джека. Да, это последний iPhone, на котором он был. Уже семерка его не поддерживала, но он до сих пор актуален. Не все, конечно, перешли на Bluetooth-наушники или TVS-наушники, и не всегда под рукой есть AirPods с Lightning, а какие-то обычные, ну, повседневные наушники, которые у каждого есть дома, либо, ну, просто есть наушники какие-то с 3,5-мм джеком, это удобно. И, конечно, жалко, что Apple отказалась от такого разъема, но не нам судить, поэтому наличие 3,5-мм джека я отмечаю плюсом. Что же есть еще хорошего? Это Touch ID. Да, сейчас уже Face ID, но никто не без греха. Понятное дело, что и Touch ID, и Face ID у всех есть проблемы. У всех есть какие-то нюансы, недочеты, где-то кто-то не срабатывает, где-то кто-то чего-то не видит, но я бы не стал выносить это плюсом, если бы это был 6-й iPhone. Но в 6s это уже второе, второе, точнее, поколение Touch ID, которое срабатывает намного быстрее, оно намного удобнее, и мне удобно. Я не знаю, возможно... Я еще раз повторюсь, видос — это лично мое мнение. Оно может не совпадать с вашим, но для меня Touch ID — это удобная штука, которой приятно пользоваться, и это меня никак не утруждает. То есть мне нажать на кнопку... Ну, возможно, конечно, это не проще, чем просто посмотреть на телефон, но по отклику, по всем каким-то таким вот... Ну, эстетическим, что ли, я не знаю, каким-то предпочтениям мне Touch ID импонирует. Также я упомяну камеру. Она на 12 мегапикселей, она неплохая. Если, опять же, сравнивать с айфонами топовыми сейчас, которые есть на рынке, она уступает им, это понятное дело. Но есть смартфоны, которые вышли в 2019 году, я имею в виду на андроиде, они намного сильно хуже данной камеры, хотя, еще раз напомню, 5 лет смартфону, и вот держать в голове, что ему 5 лет. И они намного хуже. В принципе, фотокарточки вы можете посмотреть в моем инстаграме, ссылка есть в описании, там много из них сделано на этот айфон, потому что пользуюсь я им уже 3 года, и, блин, наверное, его стоит уже поменять. Конечно, он еще актуален, в 2020 году, я думаю, прохожу с ним. Но если вы поставите много лайков, я не знаю, я не знаю, сколько просить лайков, сколько тут наберется просмотров, 200-300 просмотров. В общем, много лайков поставить, а 1000 лайков, 200 просмотров, 1000 лайков. В общем, я заказываю какой-нибудь айфон с Алиэкспресса, какой-нибудь поновее. Ну, в общем, ладно, это уже мои мечты. Но, тем не менее, камера, именно основная, про фронталочку чуть попозже, основная камера меня устраивает, и, я думаю, устраивает пользователей в сети, потому что, когда вы постите фотографии с Android смартфона, вы представляете, какое там мутное мыльное качество, история в инстаграме, это просто несмотребельное, что-то непонятное. Айфон остается айфоном, и даже истории с 5S, 5S еще остаются более-менее смотрибельными, и их можно смотреть. Камера, зачем? Ну что же, с плюсами я закончил. Если у вас есть что добавить, комментарии всегда открыты, обязательно напишите, потому что это лично мое мнение, может быть, вы что-нибудь еще такое усмотрите. И сейчас к минусам. Одним из самых главных, самых бомбящих и вот жутко раздражающих, это чертовски маленькая батарея. Она, она очень маленькая. Она, ее не хватает. Ее прям физически не хватает, поэтому Powerbank будет вашим очень хорошим другом на многое время. Будьте его постоянно таскать в сумке, в портфеле, в рюкзаке, не знаю, где вы носите его. В общем, батарея маленькая. Да, это очень большой минус. И следующий минус, который тоже как бы есть, это связанный, имеется в виду, с батареей данного смартфона, это нагрев. При сильном перегрузе, если вы будете играть в какие-то тяжелые игры, то он будет греться. Да, алюминиевый корпус, да, нагревание, да, не очень приятно. Еще одним минусом, я отмечу это не очень хорошую фронтальную камеру. Сейчас как бы упор идет на все камеры, на передние, на задние. Раньше только задние хорошие делались, а передние, ну типа, ну ладно, есть и хорошо. Поэтому еще тут она не очень. Поэтому любителям селфи, скорее всего, она не сильно подойдет. И, ну вот, я не страдаю этой болезнью особо сильно, но иногда масочки в Инстаграме хочется поприменять, и это не очень приятно, потому что качество, ну, нормальное. Типа оно не совсем ущербное. Можете заглянуть в Инстаграм, там все есть. Оно не совсем ущербное, но хотелось бы, конечно же, намного лучше. И последний, наверное, самый отталкивающий фактор, который может быть при выборе этого смартфона, это прайс. Айфону этому 5 лет, а прайс на него оверпрайс. Я бы даже так сказал, потому что если брать в магазинах его, ну блин, сейчас топовые Xiaomi какие-нибудь за свои деньги, они намного дешевле стоят даже этого смартфона, хотя начинка, если вот так вот их сравнивать, у них намного топовый. Ну, понятное дело, Apple, там, Samsung, Xiaomi, это все, это понятно. Но 5 лет смартфону, и он стоит, ну, в магазинах вроде там 18-20 тысяч, ну блин, это вообще не дело. Опять же, я этот смартфон заказывал на Алиэкспресс. Ссылочку я оставлю, где заказывал, в описании. Три года назад, пипец. За 28 тысяч я тогда его, помню, покупал. Сейчас данную модель, где там какие-то распродажи, все где-то за 12 можно рвать, даже за 11 на 128 гигабайт. И, в принципе, нормально, но все равно дороговато. Просто дороговато. И, кстати, кто досмотрел, кто на плюсах закончил, еще один плюс, это наличие NFC. Все равно бесконтактная оплата сейчас уже, ну, типа повсеместно вошла, это уже не кажется какой-то диковинкой. Поэтому Apple Pay, NFC, все оплачиваем, все хорошо. Ну и, собственно, вот такие вот мои мысли по поводу iPhone 6s в 2020 году. Соглашаться с ним или нет, дело ваше. Лайки, комментарии, дизлайки, все как бы воспринимаю адекватно. Пишите, говорите. Мне тоже интересно будет порассуждать именно с вами в комментариях. Ну а также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там много промокодов и купонов, которые помогут вам сэкономить деньги на Алиэкспресс. Также Telegram-канал для избранных. И с вами был Артем. Всем удачи, всем пока. До скорого как-нибудь. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok